Каким должен быть настоящий детский доктор? Добрым и должен помогать детям. Он должен быть воспитанным, добрым. Добрым, настойчивым, должен иметь цель, чтобы вылечить ребенка. И он должен быть серьезным. Будучи школьницей, Ольга Михайловна Астафьева не знала, какую именно из двух профессий выбрать. У меня стоял выбор между профессией учителя и педиатра. От работы учителя, мы говорили, мама. Каждый второй у нас в роду учитель. Поэтому они знают, что такое работа учителя. Тяжелая и сложная. Медиков меньше, поэтому не отговаривали. И вот, окончив Мордовский медицинский университет, уже около 13 лет, Ольга Михайловна лечит видновских ребятишек, пользуясь любовью их и родителей. Очень приятная женщина. Все хорошо рассказала нам, объяснила. Нам очень понравилось. Когда мы пришли к Ольге Михайловне, непосредственно нам все понравилось. Все четко объясняет. Все грамотно. Все спрашивает. Дает очень хорошие, как правильно выразить, рекомендации. Да, рекомендации. И все очень-очень внимательно слушает, смотрит на ребенка, наблюдается ее действиями. Впосредственно, если какие-то заболевания, она на группе, есть очень хорошее лечение. Остафио Ольга Михайловна работает уже продолжительное время в нашем лечебном учреждении детской поликлиники. И зарекомендовала себе как очень квалифицированный, добрый, отзывчивый доктор. Доктор, который действительно с большой буквы. Становление врача, как и представителя любой профессии, путь непростой. И если рядом опытные старшие коллеги, то и работает легко, и труд приносит удовольствие. Ольга Михайловна призналась, советы более опытных врачей и медицинских сестер ей часто приходят на помощь. К примеру, на первых этапах работы ей, как и многим молодым специалистам, помогала Нина Георгиевна Лукина, которая с малышами работает уже около 40 лет. Стараюсь вводить в курс дела. Вообще, организационные вопросы. Ну, во-первых, врач приходит, не знает, кто здесь что. Даже количество там, кто принимает из узких специалистов. Познакомиться с коллективом. Да, познакомиться с коллективом, вообще с работой. Особенно после института. Документации очень много. С документацией познакомить. Стараюсь помогать. У Ольги Михайловны своих трое ребятишек. Трудно говорит. Но зато своим пациентам смело может советовать то или иное лечение. Иногда даже пациентам говорю, что испытанно на своих детях. В первую очередь. Так случилось, что старший сын нашей героини в день съемки был с мамой на работе. Я маме помогаю, сказал шестилетний Арсений. Как удивилась я. Я ей не мешаю работать, ответил будущий доктор. По признанию мальчика, самое его большое желание стать педиатром, как и мама. Я люблю лечить. Дети же не кричат там бывает. Нет, нет, нет. Некоторые могут кричать, если больно. Ты сможешь успокоиться? Ну да. Если показать им леденец, они могут успокоиться и отдать. Это главный прием доктора, на твой взгляд. Ну да. Главный прием – это успокоить его и его вылечить. Если уже в юном возрасте у мальчишки такие серьезные мечты, кто знает, возможно, лет через 20 в нашей поликлинике появится молодой доктор Арсений Астафьев, продолжатель династии добрых, отзывчивых и серьезных детских врачей. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошлева.